Особенности конструкции. В конструкции любого вида траншейного эскаватора присутствуют такие основные элементы, как тягач, шасси, трактор, колесный или гусеничный, мини-трактор, мотоблок или эскаватор, приводящий в движение рабочий орган машины и обеспечивающий ее прямолинейное движение при копке траншеи. Для органов управления тягачом и рабочим органом эскаватора служит остекленная кабина или навесный козырек, роторный или цепной рабочий. Режущий орган, предназначенный для выемки грунта и формирования траншей определенной глубины, ширины и формы поперечного профиля. Отвальное устройство. Боковые шнек или ленточный транспортер обеспечивает отбрасывание или погрузку на транспортное средство грунта, удаленного рабочими органами машины из выкапываемой ими траншей, гидравлические цилиндры и тяги, обеспечивающие подъемы и опускания. Рабочего органа машины при копке траншей и его фиксации в безопасном положении при переезде эскаватора по дорогам. Интересно, в некоторых моделях боровых цепных траншейных экскаваторов в передней части тягача установлен отвал-лопата или навесная и погрузочная оборудование, благодаря чему машина не только производит рытье траншей, но и закапывает ее после укладки коммуникаций. Виды траншей-копателей в зависимости от конструкции применяемого рабочего органа и способа выемки грунта из выкапываемой им траншей. Различают такие виды траншей-копателей, как цепные, роторные, гусеничные, ручные, траншейные экскаваторы, гусеничные цепные экскаватор, траншейный цепной траншей-копатель, бара или баровая установка, очень распространенный. В современных дорожных и строительных работах вид машин. Рабочий орган такого траншей-копателя состоит из шина-рама прямоугольной каркаса с прочного и твердого металла, служащий для придания жесткости конструкции, две звездочки, натяжная и проводная. Первая расположена на конце шины и предназначена для натяжки цепи, вторая установлена на валу понижающего редуктора и служит для приведения в движение цепи. Цепь – одно- или двухрядная подвижная соединенная в кольцо конструкция, состоящая из отдельных кулаков-звеньев с вставленными в их гнезда резцами, зубками или скрипками, лопатками. Как сама цепь, так и режущие ее рабочие органы изготовлены из высококачественной легированной стали. На непосредственно участвующих в выемке грунта лопатках и резцах сделаны специальные напайки из высокопрочных сплавов. Важно! Для работы в теплое время года на транше и копателе бары или грунторезе применяют специальные литние цепи с установленными в кулаки скрипками или лопатками. Шаг такой цепи составляет 76-100 мм. Зимой при работе на вечно мерзлых и скальных грунтах используют зимние цепи с вставленными в кулаки резцами, зубками. Расстояние между звеньями в такой цепи составляет в среднем 140 мм. Боковой шнек для отбрасывания грунта, выкапываемого цепью грунта, башмак устройства, расположенное на шине рабочего органа и предназначенное для очистки цепи от налипающей на нее сырой земли. Приводит в движение цепь уставленной на тракторе понижающий редуктор. Для регулировки глубины прорезаемой транши, а также для поднятия борового рабочего органа в безопасное положение для транспортировки. Используется одиночный гидроцилиндр, работающий от гидросистемы трактора. Подобные машины способны копать транши глубиной до 5-6 метров, шириной 0,14 метра. В большом многообразии моделей данных машина и более популярны следующие транши-копатели ЦТК-160 АЗОВ СтройМАШ Плюс Транши-копатель Верми РТ-558 Коммандер 3 Роторные Роторные транши-копатели представляют собой машины, используемые как в строительстве дорог, прокладки, коммуникации, так и В горнодобывающей промышленности, роторные транши-копатели основными составными частями прицепного навесного или полуприцепного рабочего органа такой машиной являются Рама, конструкция, на которой монтируется ротор с режущими рабочими элементами, гидростатический привод, защитный кожух Рама соединяется с тягачом при помощи мощных гидравлических цилиндров Вращающееся колесо, ротор, представляет собой каркасный или цельнометаллический диск, на ободе которого установлены рабочие режущие Элементы из прочной легированной стали, скребки, зубья, ковши, защитный кожух, закрывает ротор со стороны трактора и предотвращает Попадание вылетающих из-под него камней и твердой породы в стекло кабины машины или в находящегося поблизости работника, гидростатический Привод, механизм, работающий от мощного насоса или гидравлической системы трактора и приводящий в движение ротор машины, гидроцилиндры Предназначены для заглубления ротора при копке транши на необходимую глубину в рецептных моделях роторных траншей-копателей Также имеется заднее опорное колесо, предназначенное для установки необходимой глубины копки и транспортировки машины по дорогам общего назначения Важно! Роторные траншейные экскаваторы могут работать на твердых скальных грунтах Для этого они оборудуются специальными дисковыми скальными пилами, резаками, зубьями из прочной стали с алмазным напылением Глубина прокладываемых ими траншей при этом может достигать 1 метр Так, например, траншей-копатель Vermeer T555i-i-i-i, оснащенный скальной дисковой пилой, может прокладывать в твердой породе траншеи глубиной до 91 см Такие машины способны копать широкие, до 2,5 метров, траншеи глубиной до 3 метров Обладая большей производительностью по сравнению с цепными, они имеют один существенный недостаток – массивность и большие габариты конструкции Это осложняет их передвижение или перевозку к месту работ, приводя тем самым к удорожанию процесса копки траншей Гусеничные среди траншей-копатели эти машины, смонтированные на тяжелых гусеничных тракторах и имеющие роторный или цепной вид рабочего Органы отличаются такими преимуществами, как высокая проходимость и сила сцепления с грунтом, большая мощность, достигающая 1500 литров Возможность расположения рамы рабочего органа эскаватора как в наклонном, так и в вертикальном положении Это увеличивает глубину копки траншей и позволяет применять машину в условиях крутых склонов холмистой местности На заметку, недостатком траншейных экскаваторов на гусеничном ходу является необходимость их транспортировки на большие расстояния на специальном лафете Ручные траншей-копатели Ручной удобный и компактный инструмент для дачи, частного дома Самый простой малогабаритный ручной траншей-копатель состоит из бензинового одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания и цепного Борового рабочего органа Более мощные и производительные модели данного инструмента представляют собой навесное оборудование на мотоблок Мотокультиватор Траншей-копатель В виде фризы, а также самоходной установки и траншей-копатель Ditchway HR300 Траншей-копатель ручной используется такой мини-траншей-копатель при копке неглубоких до 1 метра и узких траншей для прокладки Кабелей канализации и водопровода Наиболее популярные среди дачников и садоводов такие модели ручных траншей-копателей, как ТКМГ-1200 Траншей-копатель малогабаритный Ручной, малогабаритный траншей-копатель Sable T-BIS-70, Boreto 912HM, Lasky T-A50, SH-270-510, Groundhog T-4 Важно! Наиболее удобен и производительным среди ручных агрегатов данного вида траншей-копатель для мотоблока Так, например, траншей-копатель для отечественного мотоблока Нивана Рыхлых и средне-связанных грунтах позволит сделать 10-15 метровую Траншую глубиной 0,5-0,6 метра и шириной 0,1 метра менее, чем за один час Ведущие производители траншей-копатели из производителей машин для копки траншей и наиболее известны следующие Катерпиллер, Вермир, Мануфактиринг, Компания, Каскорпорейшн, ООО, Родицкий машиностроительный завод, ДГУП, Дмитровский экскаваторный завод, ОАО Мехневский ремонтно-механический завод, ООО, Азовстроим Ашплюс, Зичарлс машину Орк Эс-Инк Выпускает машины и оборудование под маркой Дичвич, Эсайбейл и Профишенал Таким образом, траншей-копатель, мощный для производственных нужд или простой навесный для мотоблока, это удобная машина, значительно Упрощающая процесс копки траншей для прокладки коммуникаций Разнообразие видов моделей траншей-копателей позволяет подобрать подходящую для определенных работ и объемов как владельцу крупной Строительной компании, так и простому садоводу или дачнику